Как сохранить молодость и красоту? Как иметь здоровые блестящие волосы, крепкие ногти и красивую кожу? Как использовать коллаген в общей практике и встроить это в косметологические процедуры? Обо всем этом и многом другом говорим сегодня с вами. Здравствуйте, меня зовут Шершакова Мария. Я врач, косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук и владелица сети собственных клиник и учебного центра. Сегодня говорим о трендах в косметологии. Тренд 2024 внутри косметика. Итак, концепция красота изнутри прочно вошла в сознание не только врачей и косметологов, но и потребителей услуг красоты. Очень важно сохранить и профилактировать первые возрастные изменения, используя не только средства наружной косметики, инъекции, аппараты, но и поддерживая нашу красоту изнутри за счет достаточного потребления белка, витаминов, микроэлементов, минералов и так далее. Все это помогает нашим пациентам надолго сохранить молодость и красоту, ну а врачам, косметологам стать более конкурентоспособными. Ведь действительно комплексный подход помогает взглянуть на проблему омоложения под максимально современным углом. Мы за естественный результат коррекции, ну и конечно же безопасность. Давайте же сегодня разберемся, как же прием коллагена влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Как мы с вами знаем, коллаген это белок. Белок фибриллярный, который играет огромную роль в функции и строении соединительной ткани. Цифры статистики говорят нам о том, что 40% коллагена сосредоточено в коже и 20-30% коллагена составляет от всех количества белков в нашем организме. Коллаген это белок кожи, волос, ногтей, сухожилий, структуры сосудов, связок и так далее. И является незаменимым компонентом, без которым наш организм просто не может существовать. В разных органах находятся разные типы коллагена. И на сегодняшний момент, согласно научным данным, описано уже более 29 различных по типам коллагена. Коллаген первого типа это коллаген кожи, волос, ногтей. А вот коллаген второго типа это коллаген больше сухожилий, связок и хрящей. Разберем также коллаген третьего типа. Молодой коллаген, эмбриональный коллаген. Этот коллаген также входит в структуру мышечной ткани. И коллаген третьего типа входит как незаменимый компонент в стенки артерий. Поэтому без коллагена первого и третьего типа опять и опять молодость кожи, молодость организма, молодость суставов, сосудов мы просто не представляем. Коллаген как структурный белок выполняет множество функций. Ну и главная, пожалуй, функция коллагена это опорная функция, обеспечивающая плотность, тонус, тургор тканей. У молодого человека обмен коллагена занимает обычно дни и недели, то есть довольно быстрый обмен. Что же происходит с возрастом? С возрастом происходит старение коллагена, возникают так называемые нерастворимые шивки за счет оседания молекул сахара на волокнах коллагена. Коллаген теряет свою прочность, упругость, эластичность. Теряется взаимодействие с компонентами вне клеточного матрикса и коллаген растягивается, становится ригидным, замедляется скорость его метаболизма. И таким образом клинически мы видим снижение тонуса, тургора, формирование избытков кожи, появление морщин, складок на лице, изменение состояния волос и ногтей. Как мы стареем? Дело в том, что процесс естественного старения начинается уже с 25 лет. И если мы посмотрим данные статистики и научных исследований, то к периоду менопаузы теряется в среднем уже 50% коллагена. А если вы обратите внимание на слайд, то к 60 годам остается менее чем половина от исходного уровня. Здесь на слайде на графике представлено проградиентное снижение количества коллагена в зависимости от возраста. Однако некие эпигенетические факторы, то есть образ жизни, курение, премоалкоголь, недостаточная физическая активность, проживание в экологически неблагоприятной зоне, хронические стрессы могут также ускорить потерю коллагена. Вот почему нам важно понимать, как это происходит с возрастом и контролировать первые признаки изменения качества кожи. Как же восполнить уровень коллагена в коже? Как мы знаем, существуют различные способы восполнения уровня коллагена. Коллаген это белок. Абсолютно верно, вы сейчас подумали. Итак, что же мы можем сделать для восполнения уровня белка? Конечно же, мы можем скорректировать наш диетический рацион. На слайде представлена информация, которая говорит нам о том, что мы с вами можем повысить уровень белка, употребляя в пищу красное и белое мясо, рыбу, яйца и прочие продукты. Однако, не всегда это помогает, ведь у нас очень часто могут быть гипооцидные гастриты и другие нарушения стороны желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженного кишечника. Да и сами, собственно говоря, продукты не всегда обладают хорошим качеством и высокой биодоступностью. Нам очень важно контролировать уровень белка. Для этого мы можем сдавать биохимический анализ крови, смотреть белковый профиль. Ну и обязательно принимать биодобавки, богатые, собственно говоря, белком. И здесь на первом месте роль первой скрипки, безусловно, принадлежит коллагену. Кроме того, не забываем о том, что для усвоения коллагена нам нужны кофакторы. К таким кофакторам мы относим витамин С, витамины группы В, медь, цинк и другие кофакторы, которые можно, безусловно, получить из пищи. Но здесь мы видим представлено очень красивое зеленое брокколи, например, содержит витамин С, который необходим для синтеза коллагена. Ну или другие продукты питания. Но опять и опять к вопросу о биодоступности. Не всегда достаточно мы потребляем тех овощей, фруктов, которые содержат кофакторы. Ну и наш организм находится в дефицитарности. Вот почему еще раз и еще раз для современного человека очень важно контроль и пищевого рациона, и уровни белка, и кофакторов крови. И все это можно получить, применяя пищевые добавки с коллагеном. Как мы знаем, на рынке существуют различные формы коллагена. Коллаген может быть жидкий, питьевой. Коллаген может быть порошковообразный. Коллаген может быть желе. У каждого из этих форм выпуска есть свои плюсы и минусы. Безусловно, с точки зрения удобства приема, пищевой коллаген лучше применять в жидком виде. Для нас очень важно несколько параметров. Первое. Точный контроль дозировки. Нам очень важна постоянная концентрация коллагена. Второе. Для нас очень важен режим дозирования. Четкое соблюдение дозы, времени приема будет влиять на биодоступность. Третье. Нам важен состав. Отсутствие каких-то вредных компонентов, сахаров, синтетических ароматизаторов, наполнителей и так далее. Ну и наконец, самым главным фактором, конечно же, является эффективность. Нам важно понимать, что при всем многообразии коллагенов на рынке, нам нужно выбирать только тот продукт, который заведомо обладает высокой эффективностью. Под эффективностью мы понимаем биодоступность, что этот продукт, усваиваться организмом, не способствует увеличению брожения в кишечнике, сдутию живота, появлению высыпаний, что является признаком того, что препарат не усваивается. Когда мы выбираем коллаген, очень важен источник сырья, собственно говоря, из которого этот коллаген и получен. На рынке мы можем встретить различные препараты, полученные как из кожи крупного рогатого скота, например, коровы, либо из кожи свиньи, либо это может быть растительный так называемый коллаген. Но, скорее всего, это маркетинговый ход. И наиболее частым источником, также на современном этапе, является кожа рыб. Данное сырье является более инновационным, более безопасным, более эффективным. И по сравнению с традиционными источниками коллагена, кожа крупного рогатого скота и свиньи обладает большей биодоступностью. Более того, кожа рыб на сегодняшний момент является более современным источником сырья получения коллагена из-за уникального аминокислотного спектра, который мы можем получить. Именно спектр аминокислот обладает высокой эффективностью и обеспечивает нам клинический результат. Поэтому из всех источников коллагена на сегодняшний момент смело можем говорить о том, что коллаген, полученный из кожи рыб, является золотым стандартом современного производства. Еще один вопрос, который чаще всего задают мои пациенты мне на приеме, какой же выбрать коллаген. Ведь на рынке существуют разные варианты коллагена. Это должна быть длинная молекула, непосредственно сам коллаген, либо это гидролизаты коллагена, либо это пептиды коллагена, либо это даже желатин. Встает резонный вопрос, зачем переплачивать, если можно употреблять, например, бульон сварить из костей, или же, может быть, можно просто хрящики жевать. На самом деле, ответ здесь, конечно же, в усвоении данного продукта. Чем меньше молекула, тем более высока его биодоступность и усвояемость. Поэтому, конечно, если вы просто будете жевать хрящики или пить костный бульон, честно говоря, процент усвояемости будет очень невысокий. Современные исследования показывают о том, что максимальная усвояемость организма, максимальная интеграция возможна при получении так называемого гидролизата коллагена. Когда молекула коллагена расщепляется на маленькие фрагменты, ну а самым передовым является получение самых мелких фрагментов, которые получили название трипептиды коллагена. Если мы с вами посмотрим так называемый код коллагена, то есть из чего состоит изначальное первичное волокно коллагена, это будет последовательность аминокислот. И там будет обязательно три наиважнейших аминокислоты. Это будет глицин, гидрокси, пролин и пролин. Три важных аминокислотных последовательности. Или это получило название аминокислотный триплет. Вот из таких аминокислотных триплетов собирается коллаген сначала внутри ядра клетки фибробласта, ну а затем уже выходит из клетки и начинается дальнейшая сборка. Сами по себе волокна коллагена собираются в фибрилы. Фибрилы имеют максимальную прочность и обеспечивают, собственно говоря, те свойства кожи, о которых мы говорили ранее. Итак, мы с вами отчетливо понимаем, что вот эти аминокислоты, о которых я говорила, формируют триплеты или небольшие фрагменты. Мы называем их пептиды. И вообще сейчас 21 век в косметологии, в эстетике, в регенеративной медицине, в медицине омоложения. Это век пептида, в пептидных молекул. Это мелкие, короткие фрагменты белка, которые состоят в не более чем из 20-50 аминокислотных последовательностей. Данные пептиды обладают максимальной биодоступностью и оказывают свою положительную роль на многочисленные процессы, в том числе в соединительной ткани. Итак, мы с вами отчетливо понимаем, уважаемые коллеги, что для того, чтобы коллаген усвоился, он должен быть, собственно говоря, разрезан или гидролизирован на фрагменты. Но чтобы эта биодоступность была максимальна, этот размер молекул должен быть минимальный. При этом включать важные для сборки коллагена аминокислоты. Такие молекулы получили название трипептиды. И, как вы видите на слайде, они в 600 раз меньше молекулы коллагена. Поэтому спокойно проходят через инсессуальный барьер, то есть через кишечник, поступают в кровь и используются нашим организмом для постройки соединительной ткани в коже, сухожилий, хрящей, связок, тенок сосудов, волос, ногтей и так далее. Именно эти триплеты в 4 раза меньше молекулы пептидов, о которых мы говорили. Помните, мы говорили, что там 20-50 аминокислот. И поэтому мы можем сказать, что вот эти трипептиды коллагена являются в настоящий момент самым современным составом биодобавок на основе коллагена. Уважаемые коллеги, я рада представить вашему вниманию уникальный инновационный продукт. Промарин коллаген трипептайдс – это продукт, который соответствует самым высоким требованиям эффективности и безопасности. Давайте разберемся в составе, поговорим о форме выпуска, поговорим о разовой и курсовой дозе и о показаниях к применению данного БАДа. У нас с вами есть уникальный продукт, который представляет собой трипептиды коллагена, полученного из кожи рыб, созданного по уникальной технологии Макси Коллаген. Именно эта технология позволяет нам получить высокоэффективный биодоступный продукт, который у нас усилен основными кофакторами – витамином С, биотином, витамином В6, В2, экстрактом различных растений, например, шпината, белой смородины, гибискуса, который полудотворно оказывает влияние на все звенья патогенеза стареющей кожи, предотвращая свободно радикальное окисление, стимулируя клетки фибробласты на синтез нового коллагена и не только, кстати говоря, и эластина, и коллагена в сосудах. Там же есть у нас с вами и гелоранат натрия, который повышает эластичность и увлажненность кожи. Таким образом, получаем комплексный эффект не только на кожу, но также и на волосы, и на ногти. Очень важно, когда мы выбираем продукт, посмотреть на его состав. Ну и на что же мы обращаем внимание при выборе биодобавки на основе коллагена? Конечно же, на состав аминокислот. Мы с вами отчетливо помним, что у нас есть две группы аминокислот – заменимые и незаменимые аминокислоты. Здесь очень сбалансированная формула аминокислот. Мы видим их здесь в процентах. Ну и максимально важным для меня, как для врача, показателем является наличие именно тех аминокислот, которые являются незаменимыми для нашего организма. Именно они должны входить обязательно в состав коллагенового продукта для того, чтобы, собственно говоря, из этих аминокислот и строился своим организмом белок. На слайде представлен состав продукта Promarin Collagent Repeptides. И здесь видны актуальные, грамотные, выверенные концентрации. Еще раз обращаю ваше внимание, когда выбираем продукт. На что смотрим? Во-первых, на аминокислотный состав. Здесь он абсолютно сбалансирован. Второе. Для того, чтобы выбрать правильно коллаген, там обязательно должны быть кофакторы. Из кофакторов что здесь видим? Здесь видим витамин С. Конечно же, здесь видим гиалуроновую кислоту. Обратите внимание, в форме гиалуроната натрия в концентрации 72 мг. Хорошая рабочая концентрация. Обязательно витамины группы В. В6, В7 биотин и В2. И, конечно же, здесь мы видим также дополнительные компоненты, например, такие как экстракт шпината, которые также помогают регенерационному потенциалу витаминов группы В. В общем и целом получаем уникальный продукт, который влияет на разные звенья патогенеза, не только сборки коллагена, но и общего состояния, средней ткани, его вне клеточного матрикса, сосудов, эластина, волокнистых структур. И все это дает хороший и быстрый клинический результат, а главное безопасный. Многие производители добавляют много ароматизаторов, или же, чтобы вкус был не такой противный, для улучшения органолептических свойств много сахара. И это на самом деле не всегда хорошо, а в ряде случаев даже плохо наличие искусных наполнителей, подсластителей, сахаров, потому что курс приема довольно длительный. Уникальной особенностью данного продукта является наличие природных растительных компонентов, которые делают продукт очень приятным по органолептическим свойствам. Здесь нет никаких химических добавок, которые мимикрируют запах или подсластители, или улучшатели вкуса. Поэтому здесь мы видим, что пектин, мы здесь видим экстракт яблочного сока, здесь мы видим экстракт голубики для придания хорошей текстуры, цвета продукта. И натуральные ароматизаторы из яблок, из клюквы, из малины делают данный продукт очень приятным, вкусным и горячо любимым среди множества моих пациентов. Уникальной особенностью данного продукта является, во-первых, универсальная доза, однократная доза на один прием. И второе, расфасовка в специальную стеклянную бутылочку из темного стекла, которая позволяет сохранить формулу стабильный. Такой коллаген не распадается, не окисляется, ведь он содержит витамин С, мы помним с вами об этом, биотин и другие продукты. И стальная бутылочка содержит однократную дозу, вам не надо измерять ложкой количество порошка, не надо ничего высчитывать, это очень удобно в применении. И вы можете быть спокойны за безопасность данного продукта, что он абсолютно инертный, ничего там не подверглось разложению, окислению и так далее. Промарин коллаген 3-пептайт выпускается в форме упаковки, 10 флаконов по 50 мл, рассчитанной на 10 дней приема. Как врач хотел бы рассказать, что минимальный курс составляет 30 дней, но по данным исследований максимально эффективный курс составляет в среднем 12 недель, то есть 3 месяца. Однако первые результаты мы заметим уже через неделю, результаты будут нарастать, усиливаться за счет уникальной инновационной формулы, которая обладает высокой биодоступностью. Вот почему мы первые результаты увидим довольно уже быстро. Но и данный результат обладает кумулятивным или накопительным эффектом, поэтому минимальный еще раз курс 30 дней, а рекомендованный курс все-таки 12 недель. Показаниями к применению данного продукта, конечно же, являются изначальное состояние кожи, степень ее инновационных изменений, также состояние волос и ногтей. У кого-то мы можем заметить первый результат уже через неделю, у кого-то первые результаты появятся через 4 недели, но они точно появятся. Промарин коллаген 3-пептайт содержит максимально высокую и при этом безопасную концентрацию активных ингредиентов. 15 тысяч миллиграмм, что соответствует 15 грамм активного ингредиента в продукте, является золотым стандартом для получения эффективного и безопасного результата, проявляющегося в яркости, сиянии, здоровье нашей кожи, нивелирование мелких морщин, уменьшение глубины и средне-глубоких морщин, появление здорового блеска волос, ну и появление красивых здоровых ногтей. В продолжении этой темы скажем о том, что промарин коллаген 3-пептайт является отличным дополнением к курсу космологических процедур, как наружному лечению, маске, массаже, уходу, так и инъекционной и аппаратной косметологии. Для повышения эффективности препаратов и аппаратов и процедур по телу, по лицу, по волосам мы можем использовать данный продукт как в ходе курса косметологической коррекции, так и после окончания курса косметологической коррекции для продолжения результата. Особенно это показано для пациентов, которые изначально имеют низкий уровень белка, слабость мышечной ткани, выраженное провисание гравитационной птоз, снижение тонуса, тургора кожи, а также тех пациентов, которые жалуются на серый тусклый цвет кожи, лица, шеи, декольте и тела. С какими же процедурами максимально эффективно зарекомендовал себя данный продукт? Безусловно, мы понимаем, что из аппаратной косметологии это будут процедуры РФ-терапии, при том это может быть, например, как монополярный, так и биполярный РФ, игольчатый РФ, такие аппараты, как Морфиус, Скарлетт, Вивачи и так далее. Прекрасно себя зарекомендовал данный продукт в курсе проведения коллагеностимулирующих инъекций, например, с кальциогидроксиапатитом, препарат РДЕС, полимолочной кислотой, коллагеном, аминокислотами, пептидами и так далее. И, безусловно, великолепные результаты мы видим после альтеротерапии или ХАЙФУ, после ультраформера, лифтеры, тогда, когда мы назначаем препараты коллагена после выполнения ультразвукового смаз-лифтинга. Это значимо приводит к повышению эффективности данных процедур, и пациенты видят максимально яркий и долгий результат коррекции. Поговорим теперь о преимуществах применения продукта Promarin Collagen 3 Peptides для косметологов и пациентов. Рекомендуя после различных процедур применять своим пациентам данный продукт, мы добиваемся синергии эффектов. Синергии эффектов инъекций, уходов, аппаратных методов – это первое. Второе – соответствуем главным трендам внутри косметики, красота снаружи, красота изнутри. И третье – обеспечим заботу, поддержку о наших любимых пациентах, клиентах, предлагая им максимально эффективные и безопасные формулы продления их молодости и красоты. Это все приведет к повышению удовлетворенности клиентов. И, конечно, такие клиенты будут ценить своего косметолога, понимая, что он рекомендует им самые современные протоколы. Действительно заботится не только о коже снаружи и о сытной ткани, и о связках, и о сосудах, но и изнутри. Повышает эффективность, продляет эффект, повышает результативность тех процедур, которые он сделал. Ну и в целом такой косметолог выглядит более современно, чем косметолог, который это не назначает. Все это приведет, безусловно, к улучшению репутации такого специалиста и повышению его конкурентоспособности на рынке по сравнению с коллегами. Поэтому включение таких продуктов, как Promarin Collagen 3 Peptides, позволяет не только повысить эффективность, дать хороший результат, пролонгировать эффекты назначаемого лечения, но и повысить репутацию, собственно говоря, специалиста на рынке. И это приведет к тому, что у вас будет все больше и больше клиентов вас будут рекомендовать, и вы будете чувствовать себя счастливым за счет того, что вы даете своим пациентам, своим клиентам самое лучшее. Я желаю вам безопасной практики, самых ярких и вдохновляющих результатов у ваших клиентов и максимального удовлетворения от той работы, которой вы занимаетесь. Благодарю вас за внимание. До скорых новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok